Музыка Привет А? Подожди минутку Тебе не холодно в шортах вообще? Нет, не холодно Слушай, подожди минуту, я хочу пообщаться с тобой, пару минут буквально. А, мне нужно позвонить. Ну, подожди, вот две минуты, и к вам перезвонишь. Как тебя зовут? Ты прям улыбчивая, добрая. Я не знаю, прям вот, знаешь, все идут хмурые, а ты прям вот улыбаешь, даже смеешься. Мне это не рождение такое. Да? Ой, я тебя поздравляю. Да, даже вот так делаешь. О, я тебя поздравляю. Блин, нафигеть. Сколько тебе исполнилось? Двадцать. Поздравляю тебя, разменяла. Как тебя зовут? Оля. Нет, Никита зовут, Олечка. Ты уже отмечала или только будешь, собираешься? Нет, началась. О, ты покупал что-то там себе? Нет, здесь есть. А, это просто пакет? Так, да. У тебя серьезно, правда, не холодно? Стоп, там чулки есть или нет? А, есть? А, тонкие очень. О, ты где живешь вообще, Олечка? Такая вот обычная в Москве, точно, может, и из Питера. Просто девушки из, ну, как сказать, мы стоим вот здесь. Ну, девушки как бы из Питера обычно такие вот улыбчивые, веселые, добрые. Да. Может, у тебя кто-то из Питера есть там? Нет, я там не была еще. А, ну, знаешь, аура у тебя такая вот добрая, веселая. Спасибо. Блин, что бы тебе еще хорошего-то сказать? Не знаю, ну, прям улыбчивые, веселые. 20 уже, да? Да. Может, ты меня позовешь на день рождения к тебе? Я говорю, ну, а с кем ты будешь отмечать, какие планы, куда пойти? А я пока не знаю. Ты даже не придумывала? Да, еще не придумывала. А почему ты вот день рождения одна ходишь вот так вот? А я жду подругу. А, ждешь подругу? Да, сейчас будет. Сейчас будет туса, да? Нет, не будет туса, потому что завтра. Давай рано. Вообще рано? Да. А куда тебе нужно, если не секрет? Ну, нет, нет. А где ты учишься? На Таганке. А? На Таганке. Ну, а какой у меня? Я не знаю, к сожалению, аббревиатуру, зашифрованную. А, московский, а ведь кем-то есть. Я тоже транспортник, как бы. А. Я в МИИТе учусь. Инженер транспорта. Ну, МИИТ. Да, конечно. И все. У тебя, стой, стой, стой. Лак такой, такой странный. Это не лак. А что это? А, ты делаешь сама себе? Да, сама. То есть тебе, когда не скучно, ты бывает садишься и делаешь себе прям вот крутые штуки. Да. Что, у тебя хорошее настроение прям вот? Приходите, вы знаете, что ты всегда такая осталась улыбчивая? Спасибо. Добрая. Это отзывчивая. У тебя это настоящее колечко? Да, настоящее. А что там вот внутри? А? Ну, ты что? Ой, я их сейчас не помню уже. Ай, ооо. Они прям блестят нормально. Прям вот дорого-богато. Я вам веселый. Давай как-нибудь с тобой встретимся вместе, посмеемся, пообщаемся, посидим. Это прям вот очень круто. Мало таких девушек, а отзывчивых, добрых. Спасибо. Вам засмущало тебя, да? Да. Ну, запрещай сама свой номер. Хотя, стоп, сейчас. Вот, на, держи. 20 лет. Хорошая, добрая девушка. Это шокирует меня прям. Да, прозвони, запиши, чтобы я знал, что... Вот, вот, мой номер, вообще, Никитос. Да, у меня очень крутое вообще. Прям звонилка очень крутая. Я надеюсь, у тебя все будет хорошо. Давай. Все. Пока. Пока. Давай. Удачный день рождения. Сейчас позвонимся. Дорогой мужик, на связи Никитос. Недавно я прошел тренинг у Владимира Шамшурина и изменил свою жизнь. Она поменялась в корне. Я хочу, чтобы именно ты поменял свою жизнь, так же, как и я. Приходи на онлайн-тренинг и измени свою жизнь. Лично я буду помогать тебе в онлайн-чате поддержки и помогу именно тебе изменить себя. Бери себя за яйца, мужик. На связи. Привет. Постой секундочку, пожалуйста, ты все такая траурная и белые кроссовки у тебя. Я прям за... Прямо дойдем чуть-чуть сюда, а то некомфорт немножко. Я хочу с тобой общаться пару минут. Ты мне очень... Как сказать... Заметная очень для меня была. Кроссовная? Кроссовная. И внизу белые кроссовки. Мне понравилось. У тебя прям такое хорошее настроение. Такую погоду. Такая улыбчивая девушка, очень редкость. Да это уже просто из-за работы, наверное. А каким работаешь? Я в цуле стою с людьми разговариваю. Да? Ты промоутер, да? Ну, сейчас ты не на работе, поэтому... Да, но очень. Ты можешь нормально пообщаться с... Ты можешь улыбаться уже. Да. Но все равно ты идешь такая... Ну, знаешь, это внутреннее состояние, скорее. Ну, наверное, на самом деле. Как тебя зовут для начала? Я Лера. Меня Никита зовут. Очень приятный. Лерочка. Постойте, что это у тебя? Странно, что они черные. Я думал сейчас... Мне нельзя. А, какие вообще критерии, чтобы вас брали? Ну, не знаю. Просто аккуратные были, наверное, разговаривали хорошо. Но и более-менее выглядели прилично. Да? Стоп, ты... Без кольца все. Главное, что без кольца. А сколько тебе лет? 18. Офигеть. У меня есть молодой человек, если... Мне все равно есть... Ты просто решил поговорить со мной, да? Нет, кто знает, можешь не поговорить только. Ну, я решил подойти к красивой девушке, очень крутой. Спасибо большое. Блин, ну, просто... Я подошел, потому что, знаешь, траур. И белые кроссовки. Да. Все, я теперь всегда так буду ходить. То есть ты говоришь, траурные, траурные, траурные... Нет, у меня есть черные кроссовки, конечно. А что ж не у них-то? Они, наверное, сумки вот эти огромные. Нет, нет. Которые, не знаю, она легкая? Ясно. Там, смотри, скажите, там какие-нибудь каблуки и платье. А, или вам выдают там одежду. Конечно, я всю форму там продаю. А какая форма у тебя? Брюки классические, черная рубашка. И что ты, ну, ты что-то продаешь? Аромат и Диор. Я в Диора. О, а у вас есть Харенгейт? Есть, конечно. О, офигенно, мой любимый. Никакой. А, ты честно, вообще? Нет, я не пахну ничем. А, нельзя вам, да? Нет, мне просто уже тошнит до всех романов, я не люблю ничем. Ну да, странно очень. Ну, как бы... А, нет, можно было, знаешь, какие-нибудь критические такие духи взять, которые сочетаются с твоим нарядом. Такие, знаешь, злые, которые есть, которые запах редкий. Нет, зеленая, если что-то. Юбка? А, покажи, я не верю. Ну, покажи. Я верю на слово. А, нет, смотри. А, да. Блин. Ну, вот так выглядит уже траурно. Еще очки черные и, знаешь, шляпу. Шляпу, ну, я даже не на фокорах. А где ты живешь, Дедочка? Зачем тебе? Я просто спрашиваю, да? Ну, полежай, скажи, ну. Слушай, хороший, такой районный. Нравится тебе? Да, и у Серебряного гора живет. Надо сходить туда. Слушай, знаешь, что? Я хочу с тобой просто пообщаться. Ну, мы же вот пообщались. Нет, ты просто не обижайся. У меня, правда, у меня молодой человек есть, и как бы... И что, ну, смотри. Он у меня очень ревнивый, я просто, я не хочу... Смотри, нет, я запишу твой номер. Может быть, позвоню. Ну... А зачем? А зачем? Ну, просто. Ну, только поговорить захочу. Ты очень круто. Ну, можно... Знаешь, я думаю, если пройдешь, здесь еще будут такие... Нет, нет, больше не будет. Я считаю, что я шел просто так. Я не целенаправленно... Может, запиши? Я не буду. Нет, ты не обижайся. Я не обижаюсь. Мне очень приятно с тобой пообщаться. И вот я вот шла уставшая, это мне настроение подняло. Вот. Ну, просто... Лерочка, смотри. В смысле? А я не собираюсь к тебе подкатывать. Это телефон. Я не собираюсь там что-то делать. Дело не в этом. А в чем? Ну, ты просто понимаешь, у меня есть круг общения людей. То есть каких-то новых знакомых мне вот совсем не хочется заводить. А если какие-то... Нет, ты неправильно поняла. Я позвоню тебе один раз. Зачем? Может быть, даже позвоню. Может, не позвоню. Как будет время? Ну, просто очень занятый. Кто знает, да? Ну, здорово. У меня не всегда все получается так гладко, но... Я на правильном пути. Поймите, что если вы ничего не будете делать, вы ничего не получите. Так что продолжайте делать и не сдавайтесь, как я. Да, вы, кстати, кстати, да. Смотри, я позвоню не раз. Если позвоню, то ты можешь просто не брать трубку и все. Я больше не буду тебе навязываться и так далее. Смысл? Если ты захочешь, как-нибудь, брать. Ты захочешь. Если нет, то нет. Да, про звонок кину, чтобы ты знала. Я пробовала, что у меня за выключен телефоном меня село. Но это точно мой. Я никогда не даю неправильный номер. Ну, кто знает. Нет, это... Блин, Леша, ты такая позитивная. Вот, посмотри на весь народ. Я на самом деле шла уставшая. А сейчас ты уже веселая со мной, да? Ну, я не знаю. По-моему, у меня такой вид, типа, я уже домой хочу. Не-не, нужно руку, кстати. По руке можно сказать, веселый человек или нет. Да, ну, хиромантия, ну, как бы вот. Ты, по-моему, просто хочешь потрогать мою руку? Нет, я просто хочу сказать веселый человек. Да стой, еще куда ты бежишь? Ну, мне на учебу нужно, просто я учусь вечером. А где ты учишься? В университете. Ну, правда? Ну, может быть, ты учишься, я не знаю, в профессиональное техническое училище номер 35. И работаешь в ЦУМе? Да, всегда так происходит. Ну, а кем-то? Ну, у меня у русской литературы направление филологическое. О, то есть ты не любишь безграмотных людей? Угу. Вообще ненавидишь, когда они говорят? Терпеть не могу. Понятно. Ладно, Лерочка, мне пойду. Все, хорошо. Стой, это важно. Ну, мы же войдем. Мы не знакомы, люди. Все, спасибо. Давай, пока. Если я не забуду, то еще расстаюсь. Привет. Привет, Игорь. Классно выглядит. Спасибо большое. Ой, ну, подожди секунду. Я только подхожу, и вы начинаете сразу такие. То стояли, да и минуты. Да, подожду молодые люди там ждут. Да, подожду молодые люди, ничего страшного. Да, не подождут. Ну, спеши просто. Я только хочу пару минут пообщаться чисто. Нет, я спешу, правда. Нет, не спешу. Ладно, удачи тебе. Да нет, подожди. Тебя никто не ждет. Привет. Привет. Не знаю, то есть, вот все, что тебе лезет по этому полу, кто ей и говорит. Лок, честно, наверное, думаешь. Блянь, она крась сейчас у меня. Вот, и, короче, все. То есть, если она спрашивает, что происходит, блядь, то есть, ты стилист, ты подожди, ты модельер, ты блядь, что такое, кто ты, что ты хочешь, это заебись. Если она что-то начинает спрашивать, коротко отвечаешь, там, да, нет, ей вопросы не задаешь. Нет, задача познакомиться. Просто описываешь, пока у тебя уже мозг не закипит. Кончилось что-то, ищешь какие-то маленькие штучки, дрючки, там, блядь. Итальки, сейчас тебе Диман покажет, как это делать, потом ты будешь делать сам, а он не слушает, как ты это делаешь, и, чтобы ты не косячил. Что говорит она? Она охуенная, блядь, но она спешу, я спешу, у меня есть молодой человек и убегает от меня. Я еще раз, я догоняю. Я такой ебаный, блядь. Блядь, я за ней бежал. Блядь, 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 блядь. Там девка, который до этого подходил, мы засняли подход. А вот та, которая была, вот когда вот я подходил, там, что было, телефон был? Да, она с Паней общалась, все равно, да. Долго слишком. С Паней, ну как ж хуйня. Короче, я подождал три минуты, блядь, я не договорил, она, блядь, она, короче, ломалась долго, все-таки все равно не дала. Ну, блядь, она была охуенной. Блядь, мы сняли два номера уже, ну, как бы два подхода снято уже готовых. Сейчас еще будем делать. Ну, они такие, да, то есть ты пытаешься, короче, это заебись. Еще лучше пытаешься сделать. И не надо хотя бы.